МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Реми Македжен, почетный консул Западной Армении в Париже и Ильдефрансе. Официальное заявление. Западный армянский язык должен преподаваться в школах. Депутат Наринет Ухикян выступит с законодательной инициативой. Турецкие ВВС подвергли обстрелу северные районы Ирака. Помпео рассказал, когда США снимут санкции из Сирии. Водобат Верненка. Арцахское блюдо признано победителем международного конкурса. Президентский совет Западной Армении. Указ президента номер 67. 2019 год. 3.21. В честь открытия почетного консульства Западной Армении в Париже и назначения почетного консула Западной Армении в Париже и Ильдефрансе Президент Республики. Учитывая растущий спрос на гражданство Западной Армении во Франции и Париже, принимая во внимание указ номер 16 от марта 2014 года 12 числа, принимая во внимание статью 77 Конституции. Указ. Статья 1. Создание почетного консульства Республики Западной Армении во французской столице в Париже. Статья 2. Рэми Макенжан назначен почетным консулом Республики Западной Армении в Париже и Ильдефрансе. Статья 3. Назначение может быть продлено на два года. Статья 4. Указ будет опубликован в официальном журнале Республики Западной Армении. Карин. 21 марта 2019 год. Арменак Абрамян. Президент Республики Западная Армения. Мы глубоко сожалеем о страшной катастрофе, произошедшей в Нотр-Дам, в Париже. Независимо от того, является ли инцидент случайным или нет, он наносит огромный ущерб всей человеческой культуре. Армянский народ знаком с такими болями и потерями, поэтому мы можем представить себе боль всего народа Франции и всех людей культуры. Мы надеемся, что ущерб будет восстановлен. Я выражаю наши глубочайшие соболезнования и поддержку правительству и народу Франции от имени Республики Западной Армении. Гарник Саркисян, премьер-министр Республики Западной Армении. 15 апреля 2019 год. Наринет Ухикиан, член фракции Национального собрания, Мой Шак заявила, что собирается выступить с законодательной инициативой в отношении западно-армянского языка. Западно-армянский язык ЮНЕСКО признан языком под угрозой исчезновения. И я думаю, что Армения является гарантом сохранения и распространения западно-армянского языка, а не диаспор. У нас есть государство, которое обязано защищать свои культурные сокровища. Самым большим, самым ценным сокровищем является язык. Депутат подчеркнул, что механизм защиты государственного языка может быть четким законодательным регулированием. Одним из механизмов является применение механизма обучения. Западно-армянский язык должен преподаваться в качестве учебного предмета в армянских школах. Каждый армянин должен быть носителем западно-армянского языка. Она также добавила, что на западно-армянском языке есть замечательная литература, которую нельзя терять. В заключении депутат отметил, что до сих пор неясно, стоит ли предлагать отдельный законопроект о внесении изменений в закон. С 9 апреля турецкие ВВС действуют на севере Ирака. В последние дни подвергались бомбардировкам христианские деревни в Акри и Амеди недалеко от Духока. О жертвах информации пока нет. США и союзники не могут содействовать восстановлению Сирии и не планируют снимать санкции против Дамаска. Пока не посчитают, что в стране завершился процесс политического урегулирования. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Майк Помпео. Глава Госдепартамента выступил в Техасском сельскохозяйственном машиностроительном институте. Там Помпео спросил о возможности отмены антифирийских санкций. В ответ госсекретарь предложил, что существуют люди, которые считают президента Сирии Башара Асада победителем в конфликте. Я не знаю, нужно ли объявлять победителей и проигравших на ситуации в стране такова, что Асад правит очень ослабленной страной. В ней 6 миллионов перемещенных лиц, отметил Помпео. Он напомнил, что Дамаск еще не восстановил контроль над всей территорией страны и многими сирийскими нефтяными месторождениями. Госсекретарь также отметил, что обязательным условием для снятия введенных США и Евросоюзом санкций считается исполнение резолюции Совета безопасности ООН 2254 и политическое урегулирование. Водопад Гирлевик, спускающийся с горы Мунзур в Ерзунке, оживился с приходом весны и наполнил окрестности свежестью. Водопад Гирлевик, чья вода падает с 40-метровой высоты, привлекает многих местных и иностранных туристов природной красотой и прохладным воздухом. 9 разных источников объединяются в один и образуют это великолепие. Арцахское блюдо победило в номинации «Лучшее национальное блюдо» на международном Экспо «Culinary Taste of Cue Culture», которое проходит уже пятый год в Египте. Об этом сообщила арцахпресс.эм, руководитель и основатель Ереванфудфест Анна Мазманян. Наши кулинары – наши послы. И уже не первый год они успешно осуществляют миссию по популяризации армянской кухни и повышению узнаваемости страны. На фестивале блюда представили повара Арпи Карханян и Араик Амазян. Отметила она, данное арцахское блюдо готовится из куриного мяса, масла, муки, изюма, соли, специи, зелени и фруктов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Офели Амбар Цумян, Крухнари Шаран. Офели Амбар Цумян Офели Амбар Цумян Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.